всем доброго здравия сегодня попытаюсь рассказать о моих последних и любимых часах это casio edifice модель ефа 134 sb и все остальное не знаю что значит внутренний номер какой-то видимо у них 52 2 0 уже пытался заснять подобный ролик наверное несколько недель назад вышло долго не интересно что я даже удалил то что выкладывать не стал сегодня попробую побыстрее это идет часы в такой коробочке картонная плотная сверху было еще еще одна скажем картонка которая так вот одевалась я ее выбросил за ненадобностью причем с того что я хотел часы механические с автоподзаводом водонепроницаемые стоим либо 200 м бюджет у меня был 15000 конечно активность чуть поменьше и в своем городе умение к сожалению я не нашел таких часов хотел ориент модель несколько вариантов модели присмотрел но в тюмени из ориентов подходящих под мои требованиям была только одна модель проехал все магазины абсолютно их много у нас часовых магазинов но что-то мне внешне не очень понравилось и в итоге купил вот эти часы так в коробке лежат они вот на такой подушечки здесь у нас гарантийный талон с чеком инструкция по эксплуатации на русском кстати советую всем читать инструкцию по эксплуатации чтобы не было здесь уже два деления от браслета то есть магазине бесплатно естественно подогнали по руке но это никому не интересно часы эти стоили то есть в рознице я смотрел еще в интернет-магазинах пусть на all-time вот именно в таком варианте стоят 8 100 варианте под золото то есть это вот окантовка желтая там еще внутри что-то желтая стоит 7300 желтая просто ни о чем на и смотрится не знаю и не нравится если но как бы читается черное такое темно-темно синие темно-синя серое очень симпатично смотрится 7 в магазине нашем в обычном магазине оффлайн стоили 7 300 мне сделали скидку как я посчитал 7 процентов и я и мнение обошлись за 6 800 плюс подарили еще шоколад швейцарский кто такой треугольный не помню как сладкий подарок так ну давайте к самим часам часы с кварцевым механизмом солнечной батареи то есть здесь меня и батарейку не нужно они автоматически подзаряжаются от любого света солнечного от обычного лампочного света любого света срок службы их аккумулятора от 10 лет как заявляет производитель потом в сервисе можно поменять батарейку не батарейку аккумулятор и еще забыть про заряд про завод часов про замену батареек чем 10 лет здесь клавиач и как бы классические так давайте по ремешку сам корпус часов и ремешок стальные то есть нержавеющая сталь защелка как бы обычная два рычажка то есть ну достаточно надежная значит диаметр часов 44 миллиметра то есть я не люблю большие часы у меня рука не толстая рука небольшая и мне хотелось как раз вот есть стандартам 43 миллиметра диаметра там педи дальше 50 ну либо еще меньше либо там еще больше как раз для меня 43 45 миллиметров диаметр часов был самый подходящий когда выбирать и там были как бы подходящий помог под мои требования но не были все большие то есть 50 миллиметров мне уже не нравилось не были меня большие этот вот размер самый самое она высоту 10 с небольшим миллиметров то есть ну сантиметр на циферблате вы видите значит здесь и просто деление нету цифр не латинских не римских такое самое стандартное обозначение хотелось меня именно более классические часы то есть там не какие-то там электронные здесь вот что мне нравится часы практически для меня идеальные не практически на данный момент они для меня идеальные они и классические как бы с классическим циферблатом есть маленькая и маленький дисплей с различными с различной информацией но сейчас у меня остались день недели и число и есть подсветка то есть единственным минусом если бы я купил механические часы это было бы отсутствие у них подсветки где-то в темноте в полной темноте если ты ночью то даже если есть люминесцентная подсветка то ночью обычно через несколько часов она уже заканчивается и ничего не видно здесь есть вот отдельная кнопка подсветки и замечательно все видно диод видите внизу оранжевый ну единственное если был диод может быть кого-нибудь другого цвета может белого либо голубого или синего может быть было бы видно еще лучше ну не знаю инженерам кассиво виднее внизу как сказал здесь небольшой дисплей мне удобнее что показывал день недели и число можно настроить на этом дисплее также что показывались секунды дублирует стрелка секундная либо дублировать время время которое сейчас у нас есть который показывает стрелки но мне удобнее считывать время со стрелок а чтобы здесь было день недели и число вот здесь вот вы видите еще маленький круглый дисплей здесь отображается еще дополнительной функцией вот видите здесь загорается именно то что будет отображаться первое ну по ходу часовой стрелки бат это батарея это заряд батареи хай сейчас высокий минутная стрелка немножко мешает дальше в это world time мировое время видите секундная стрелка перепрыгнула сейчас у меня стоит я не знаю если честно какое чье время стоит не настраивал это удобно в поездках заграничных то есть подобных часов мне очень не хватало моем последнем отпуске в нашем египте то есть было бы у меня допустим здесь основное время египетское а внизу местное тюменское ну так для скажем чтобы не теряться совсем во времени она настраивается естественно но сейчас не ну как бы не нужно когда поеду в отпуск настрою обязательно разное время дальше alarm это будильник здесь есть пять будильников у меня настроена два видите alarm 3 alarm 4 off то есть сигнал off но вы не видели можно он off это чтобы если включить то каждый час в 00 минут и секунд это задается сигнал пик это отключил для меня это не очень удобно и вот будильник 1630 будильник 2 у меня 645 их здесь 5 здесь нельзя настроить их по дням недели так скажем будильник не умные но будильник на часах это у меня совсем вспомогательный то есть я встаю по смартфонному будильнику поэтому здесь для меня это можно было выключиться всем но я оставил чисто вспомогательную функцию будильником дальше идет у нас секундомер все видите стрелка опять пришла на 12 на 0 вот мы запускаем движется стрелка ну и здесь тоже отчитываются секунды то есть вот этот таймер он же работает как и тахиметр видите здесь написано тахиметр то есть грубо говоря это спидометр то есть можно засечь скорость через которой вы движетесь ну объяснять не буду часто функция не особо востребованная но есть она и есть останавливаем сбрасываем для меня это как бы не особо нужно вернее вас почти совсем не нужно ни разу этим не пользовался но есть и есть пусть будет главное что основной функционал меня устраивает ну и дальше таймер у стрелка прошла круг и пошла своим естественным ходом то есть ну здесь не видно таймер сейчас стоит на одну минуту можно задать любой период до часа нет то ли два то ли три часа максимум на таймере есть но тоже как бы мне особо это не нужно тоже ни разу не пользовался этим ну и дальше обычно показания недели числа так что еще хотел сказать здесь как вы видите нет привычной головки подводной который можно подвести время здесь настраивается все по часовому поясу если вы видите вот здесь вот под там где тахиметр весну без не крутится здесь скорость можно измерять под стеклом там на вот эти вот обозначения по три буквы иди до кабельках кха и извините за мой английский и так далее это как раз часовые пояса мировые с шагом по полчаса стандартный шаг по полчаса часового пояса и здесь и чтобы вообще сделать все настройки нужно удерживать эту вот кнопку подсветки несколько секунд вот вот здесь уже идут все настрелы настройки 20 формат время 20 24 часа либо 12 так дальше так нет а ну да вот вами мы можем переснули на часовой пояс можем листать вот этой вот кнопкой различные часовые пояса то есть и время само автоматически встает так это еще какие-то настройки не выключенные ну вот можно подводить время дату год дата чтобы пикали кнопки пикали либо не пикали ну пусть пикают потому что они достаточно тугие что очень хорошо что их случайно когда на руке находится там в руку сгибаешь и случайно не нажмешь кнопку чтобы мне удобнее чтобы когда я нажимал был пик вот день недели и язык русского естественно нету ну и дальше по кругу то есть вот все дальше как бы я ничего не забивал поэтому пошло дальше время то которое было настроено до этого у нас был часовой пояс к речь ай если не ошибаюсь когда мы перевели час назад часовой пояс стал и xb потому что по полчаса здесь идут деление часов пояса часы часами очень доволен то есть нашу их больше месяца единственное что слегка меня краях выбирал то есть садил на руку на правой руке отдел все нормально все хорошо потом через несколько дней просто решил взвесить 130 килограмм 135 грамм слегка меня удивило 135 грамм но это полноразмерный нож только весит крыс как крыса примерно и слегка начало меня напрягать как 135 грамм на руке пока как бы не вспомню все нормально вспомнишь какие-нибудь тяжелые думаю ой тяжелый несколько дней парился а потом потом привыкли все нормально то есть ну кто любит легкие часы они совсем не легкие то есть 135 грамм для часов это если честно много ну в остальном то есть вообще для меня это вес нормальный часами очень доволен для меня сейчас это идеальные часы то есть лучше я пока ничего на рынке не встретил в часах понятно я не все видел но за эти деньги да даже за большие деньги я ничего лучшего не видел ладно опять уже много времени рассказал вам всем спасибо за просмотр данные часы casio edifice ефа 134 однозначно рекомендую к покупке кому подходит такой дизайн спасибо за просмотр всем пока